Подруги, привет! И добро пожаловать на мой канал! Сегодня мать в отчаянии, сижу, пью кофе, пишу для вас ролик. Отчаяние, потому что у нас зубы, у нас уже несколько дней, несколько ночей. Ребенок просто беснуется, у нас долгие часы бодрствования ночью, у нас сопли, у нас зубы, у нас в общем в доме полный раздрай. Поэтому все мы немного расшатанные, не спавшие, но тем не менее, день мы начинаем. Пишу для вас выпуск и сегодня мы с вами будем говорить о осенне-зимней одежде, которую я приобрела для своего малыша. Не совсем прямо холодной глубокой зимы, но вот такой ранней зимы или очень-очень холодной осени. Приобретая нашу одежду для моего малыша, которому сейчас полтора года или 18 месяцев, я, конечно же, первым, что учитываю, это климат, в котором мы живем. Живем мы в Санкт-Петербурге, здесь очень влажный климат, очень жесткие погодные условия, которые в течение дня меняются достаточно часто. Если с утра светит солнце, то через 5 минут может лить дождь, с сильным ветром может идти снег. Короче, ты, выходя из дома, должен быть готов ко всему. Второй момент, который я учитывала для себя при выборе одежды ребенка, это, конечно же, термообмен и терморегуляция моего ребенка. То есть это его индивидуальные особенности, которые я уже наблюдала прошлой зимой, естественно, этим летом, ну и сейчас, ранней осени, уже приблизительно знаю, в каких погодных условиях моему ребенку тепло, в каких холодно, в каких жарко, и уже понимаю, как его одевать. Поэтому сегодня буду показывать всю нашу одежду и рассказывать, как же я его одеваю, приблизительно начиная с 10 градусов и вниз, ближе к нулю. В минусы мы сегодня уходить не будем, поскольку это уже такая сильно зимняя история. Я думаю, запишу второй ролик уже по поводу такой конкретной зимней одежды. Но, опять же, многое из того, что покажу сегодня, оно тоже актуально, и вот такую холодную-холодную зимнюю одежду, поскольку ребенка мы, конечно же, одеваем в несколько слоев. И самый главный для меня принцип, это на ребенке должно быть на один слой больше, чем на мне. Вот это самый главный принцип. А из чего эти слои состоят, это уже другой вопрос. Ну, тогда давайте все по порядку. Так как у нас сейчас такое холодное время года, конечно же, первое, о чем я хочу говорить, это термобелье, подева и, в принципе, вся та одежда, которая сделана из шерсти мериноса. Шерсть мериноса и изделия из этой шерсти для нас актуальны круглый год. Но в холодное время года особенно важно иметь в гардеробе именно эти предметы. Поэтому у нас и в этом году в нашем гардеробе преимущественно одежда именно из этой шерсти. Первое, это подева и те предметы, которые мы можем использовать как на улице, так и дома. Здесь нам на помощь приходят, конечно же, слипы, комбинезоны, пижамы и, в принципе, подева, которые состоят из штанишков и верхней части, из как раз-таки этой шерсти мериноса. С прошлого года в нашем гардеробе остались вот такие вот комбинезоны, слипы и шерсти мериноса. Сейчас я на ребенка одеваю размер 80-86, это наш размер. Но первое, что хочу сказать по поводу этих комбинезонов, я ими пользуюсь уже второй год. То есть купила их все в прошлом году и даже те, которые у нас 74-го размера, по сей день мы одеваем на Рэма, когда он отправляется спать. То есть у нас уже включилось отопление в доме, стало намного-намного более тепло, несмотря на то, что, кстати, батареи мы все отключили просто до холодного состояния. Тем не менее, дом очень теплый, и поэтому зачастую наши пижамки Love to Dream на ночь заменяют вот именно эти слипы из шерсти мериноса. Шерсть мериноса, она терморегулирующая, то есть в холодное время ребенку не холодно, в жаркое время ребенок не потеет, и эта шерсть очень хорошо регулирует. температуру тела. Плюс ко всему, не впитывают запахи, а в случае ребенка и подгузника, мы знаем, что там может происходить всякое разное, это очень-очень актуально. После стирки, да и в принципе, эта шерсть, она не впитывает никакие запахи. Ну и, конечно же, когда мы входим на улицу, если, например, погода уже более холодная, и мне нужно выбрать поддеву под его основной слой одежды, то, конечно же, вещи из шерсти мериноса, они служат такой поддевой. Значит, эти слипы закрытыми ножками мы одеваем, когда совсем холодно, когда и на ножке есть необходимость одеть дополнительный слой, или, как я уже сказала, одеваем ночью. Еще днем, как дома, так и на улице, я на ребенка одеваю комплект одежды из шерсти мериноса, так называемое термобелье, которое состоит из топа и из штанишков. И, кстати говоря, сегодня дома Рэм тоже бегает в этом комплекте. Он очень-очень удобный, особенно для ребенка, который растет, и который уже не так часто одевает слипы комбинезоны. Вот именно такая одежда, она прекрасная. Если где-то нужно ребенка приодеть, тогда не нужно прям раздевать его полностью, ты можешь просто снять штанишки, верхняя часть остается на ребенке, и, например, можно очень удобно поменять подгузни. Вторая вещь, которая для нас служит также уже второй год, мы приобрели вот этот комбинезон в этом году повторно, уже большего размера. Это вот такой вот прекрасный комбинезон из кашемира. Шерсть кашемира, она отличается от мериноса, во-первых, конечно же, своей ценой, то есть она более дорогая все, потому что она добывается всего раз в год, и она добывается не из шерсти овец, а из шерсти кос. И добывать ее в высоком качестве достаточно сложно. Но я для себя уже в прошлом году поняла, что вот такой вот комбинезон, он абсолютно оправдал свою стоимость. То есть мы его одеваем вот прям на все случаи жизни. Он очень-очень теплый. Этот конкретный он двойной. И когда на улице действительно погода очень холодная, то вот такой вот именно комбинезон я одеваю на ребенка, и на прогулки на улицу, и в машину, если, например, нужно снять зимний комбинезон, зимнюю куртку, тогда ребенок может оставаться вот именно в этом комбинезоне. И я знаю, что его не продуют, он не замерзнет, и ему будет очень-очень тепло. То же самое, если мы приезжаем, не знаю, там в гости, в ресторан, в торговые центры. Я смело снимаю верхнюю одежду, и ребенок именно в этом комбинезоне из шерсти Мереноса может спокойно бегать, и нам не страшны ни сквозняки, ни кондиционеры, ни прочие какие-то изменения температуры, которые часто случаются зимой, при выходе на улицу или наоборот, когда заходишь в помещение, в машину. И, в общем, ребенок очень комфортно может гулять и, в принципе, находиться в этом комбинезоне. Как я уже сказала, это прям наша действительно любовь, и его в этом году я приобрела повторно. Тот, который у нас был в прошлом году 74 размер, тот отправился уже ожидать в будущем второго малыша. И эти вещи как раз-таки я на 100% оставляю также второму ребенку, и эти вещи я никуда не отдаю, не выбрасываю и так далее. Еще из шерсти Мереноса очень важные предметы в нашем гардеробе, это, конечно же, такие вещи как гамаши или колготки, или также у нас еще есть носочки, как длинные, так и короткие. То есть это те предметы гардероба, которые позволяют ребенку быть еще в большем комфорте, особенно когда на улице очень-очень холодно. Эти предметы гардероба я могу одевать на ребенка как либо основной слой, либо как второй слой. И второй слой, конечно же, добавляется в более холодную температуру. Если мы говорим о температуре приблизительно 10 градусов и до плюс 5, тогда, конечно же, острой необходимости во втором слое нет, если у ребенка очень хорошая верхняя одежда. Но до нее мы доберемся. Также из шерсти Мереноса у нас есть еще свитера. Здесь у нас очень красивый такой глубокий цвет. Размер тоже 80-86, и этот свитер у нас 100% еще на вырост. Здесь у нас такой очень красивый классический серый цвет с высокой шеей, которая также в холодное время года, особенно в ветреные дни, нам помогает защитить шею ребенка, чтобы его не продулы, чтобы он не простыл. Ну и в этом случае, конечно же, нельзя не отметить то, насколько стильно и насколько по-взрослому выглядит ребенок. И мы уже с мужем шутим, что он просто копия папы. Уже упомянула носочки. Значит, здесь у нас есть очень красивые и такие более плотные носочки из шерсти Мереноса на более холодную погоду. И именно вот эти носочки, они действительно хороши в холодное время года, поскольку вот часть стопы, она утеплена, и она более теплая, чем, например, верхняя часть этого носочка. Поэтому, если, например, мы еще не одеваем зимнюю обувь, но одеваем осеннюю, которая не утеплена, вот именно такой носок, он поможет сохранить ножку в тепле. Кстати, все ссылки на все предметы из нашего гардероба, которые я смогла найти, оставлю в описании этого видеоролика. Если вы еще не определились своим выбором, обязательно смотрите описание и ищите в списке ссылок тот предмет гардероба, который вас интересует. И также в нашем гардеробе еще есть колготки. И неожиданно для меня именно колготки в условиях погоды в Санкт-Петербурге стали абсолютно необходимостью. Даже в те дни, когда погода не столь холодная, например, там где-то порядка 10-8 градусов, я поняла, что колготки, они просто на вес золота. Поскольку здесь очень влажно, и часто детские площадки, все горки, качели, также песочницы, все это просто мокрое, и ребенок, конечно же, там играет, все он садится на попу, садится на колени, и здесь есть необходимость его защитить. В таких случаях мы, конечно же, используем специальные комбинезоны либо штаны осенние, зимние, которые влагоотталкивающие и защищают ребенка как раз-таки от таких погодных условий, то именно в теплые дни под эти штаны хватает одеть только колготки. То есть нет необходимости одевать ни штаны, ни еще третий, четвертый слой, а просто одел колготки, дальше вот эти защитные штаны либо комбинезон, ботинки, и вперед ребенок готов к своей прогулке. Также незаменимым предметом гардероба для нас стала вот эта толстовка. Ее я уже вам показывала в предыдущих видеороликах, ее мы покупали в резерв. Эта толстовка очень-очень практична, и когда есть необходимость добавить слой одежды на ребенка, тогда вот такая вот утепленная толстовочка является большой-большой помощью. Ну и в принципе, если сравнивать с другими такими basic предметами гардероба, то эта толстовка, она на Рэме оказывается чаще всего. Плюс ко всему у нее есть капюшон, и опять же в холодную такую ветреную погоду Санкт-Петербурга капюшон он тоже помогает очень сильно, поскольку ты закрываешь всю заднюю часть головы ребенка, не продувается шея, тепло ушам, тепло голове, ну и в общем, если опять же есть необходимость вот этом дополнительном слое, то вот эти толстовки с капюшонами, они очень-очень спасают. Ну и также из красоты у нас есть кардиган, который вязала моя мама, Рэма его тоже, я показывала в предыдущем моем видеоролике одежды для ребенка. Этот кардиган из обычной шерсти на пуговичках, и его также мы можем одеть в те дни, когда мы, например, отправляемся куда-то, ну не знаю, там в гости, в рестораны, и должны выглядеть красиво. Ну вот такая вот красивая, безусловно, теплая вещь, она еще и дополнительно служит очень крутым атрибутом стиля моего малыша. И также, когда не сильно холодно, у нас еще есть пальто. Это пальто такого размера, что я думаю, что мы сможем его носить еще и в следующем году, ну то есть имеется в виду не только весной, но еще и осенью. Это пальто шила нам моя мама, то есть оно из шерсти с наружной стороны, и внутри есть та же подкладка. Это пальто, оно, конечно же, не на совсем холодное время. И если такое пальто я одеваю на ребенка, то под, конечно же, у нас еще есть пара других слоев одежды. О слоях расскажу немного позже, когда покажу конкретные примеры того, как я составляю конкретные комплекты одежды относительно конкретного температурного режима. Если говорить про холодный температурный режим, то, конечно же, нас спасают штаны Рэйма. В инстаграме спрашивала у вас, какие компании вы выбираете для утепления своих малышей. И очень много брендов прозвучало, и Lassie, и Didriksons, это шведская компания, по-моему, немногие другие. Но для себя, конечно же, я выбрала Рэйму, поскольку это такой самый надежный, самый очевидный выбор, очень хорошей, качественной одежды в осенне-зимнее время, когда на улице и холодно, и влажно, и когда ребенка нужно защитить по всем фронтам. И в нашем случае мы выбрали две пары штанов. Эти пары штанов нам будут служить до минус 20 градусов, но в то же самое время и сейчас их также можно одевать. Даже, как я уже упомянула, в погоду, когда не так холодно, то я под эти штаны могу одеть просто колготки, либо гамаши с носочками и шерстями Реноса, и все. Под эти штаны больше ничего не нужно. Конечно же, если температура падает и уже ближе к нулю, не говоря уже о минусах, то, конечно же, и под эти штаны есть необходимость одевать несколько слоев. Но давайте сначала о штанах. Значит, я выбрала две пары штанов от Рэймы, черные, которые считаются полукомбинезоном, и они доходят до подмышек малыша. То есть, вся нижняя часть вот ниже подмышек, она остается в тепле. И вторые штаны, они также от Рэймы, но они уже идут до поясницы малыша. Обе эти пары штанов, они на подтяжках. Это очень крутая вещь, которая позволяет им оставаться на месте и также позволяет регулировать, поскольку размер у Рэймы также очень-очень классный. Здесь 6 сантиметров минимум запаса, и немногие производители, кстати говоря, могут похвастаться именно таким запасом. А это для нас, мама, означает, что эти штаны мы на ребенка будем одевать не только один сезон, но, скорее всего, и два сезона. А это очень-очень круто, учитывая недешевую стоимость этих штанов. Также, что еще очень здорово, что здесь верхний слой, вот материал этих штанов, он влагоотталкивающий, он отталкивает также грязь. И если даже ребенок извалялся в лужах, там в грязи и так далее, просто приходишь домой, влажной тряпочкой протираешь и отправляешь эти штаны на сушку. И они, высохнув, становятся просто чистыми, прекрасными и готовыми на повторный выход на улицу. Также очень здорово, что здесь внизу вот эти резинки, которые цепляются за обувь, для того, чтобы эти штаны не поднимались и не оголяли ножку, они из силикона. Это очень здорово, поскольку именно силикон намного более легче почистить от грязи после прогулок, нежели чем резинки, которые сделаны из другого материала. Пара штанов имеет светоотражающие элементы, которые, несомненно, необходимы в прогулках в зимнее время, особенно в городах, в которых темнеет очень-очень быстро. Как мы все знаем, Санкт-Петербург очень темный город, поэтому для нас вот эти светоотражающие элементы, они очень важны, чтобы ребенка было видно издалека. Что касается расцветок, я, конечно же, вы знаете меня, всегда выбираю однотонную одежду. Это, наверное, еще одна причина, по которым я не выбрала одежду, вот именно верхнюю, из предложений других компаний, просто не было таких привлекательных и на мой вкус красивых расцветок в нашем размере. Если говорить про зимнее время, нам еще предстоит купить куртку, либо утепленный зимний, как раз таки комбинезон, который будет выдерживать температуру ниже 10-15 и даже, может быть, 20 градусов, но это уже мы будем смотреть ближе к зиме. Пока я в качестве куртки купила ему куртку из Зары. Это простой дутик с капюшоном, который нам пришел все больше по вкусу, который также идеально подходит и к нашим штанам, и ко всему остальному нашему гардеробу, плюс к всему ребенку. Просто-напросто в этой куртке тепло. И померив несколько вариантов, я поняла, что именно этот крой и эта модель нам подходит больше всего. Если говорить про обувь, у нас пока две пары, одна осенняя, другая зимняя. Первые ботинки – это ботинки из Зары. Это осенняя коллекция. Эти ботинки мне понравились тем, что, во-первых, они не пропускают воду, то есть ножка ребенка всегда останется сухой, и они очень комфортные. То есть подошва в этих ботинках сделана ультракомфортной именно для ножки маленьких детей. К слову говоря, о ножке мы одеваем 22-23 размер, то есть это немного запаса мы имеем для того, чтобы одеть теплый носок. Если говорить про зимнюю обувь, которая также может служить и в такую позднюю, более холодную осень, это вот такие вот ботинки от Twinkle Stories. От этой компании ботинки мы покупали и в прошлом году. Вот такие тоже подобные ботиночки на овчине для совсем-совсем маленьких. Понятное дело, что Рэм еще не ходил, но его ножки всегда были в тепле, когда он сидел на улице в коляске. В этом году Рэм активно-активно бегает, поэтому для него я уже выбрала именно эти ботинки на специальной подошве, которая защитит моего малыша и не позволит ему подскользнуться даже в более холодное время, когда уже появляется гололед и также слой льда на лужах. И что в этих ботинках очень здорово? Во-первых, общее качество, оно просто великолепно. Замша снаружи, которую можно обработать влагоотталкивающими средствами, и эти ботинки готовы к прогулкам в практически любые условия. Понятное дело, когда проливной дождь, наверное, не стоит их одевать. Ну, в общем, в целом, я вот смотрю по себе. В угах, в принципе, хожу каждый год, и мои уги, они выдерживают разные погодные условия, поэтому в этом случае, я думаю, история будет ровно такой же. Здесь подошва эластичная, что означает, ножке ребенка будет комфортно. Задник он очень хорошо будет держать стопу, но в то же самое время не слишком твердый, то есть он не дубовый. И опять же, для того, чтобы ножка, она ходила и направлялась, и двигалась, это очень-очень важно. Высота ботинка также обеспечит тепло и комфорт ножки. И также здесь есть липучка, которая позволяет ботинок раскрыть очень-очень широко, а это, мамы знают, очень важно для того, чтобы одеть этот ботинок на ножку малыша. Пока я решила становиться на двух парах, и по нашему опыту я вижу, что больше пока нам не нужно. Если, например, я буду замечать, что ребенок во время прогулок, там, я не знаю, очень активно бегает по лужам, и ноги промокают, и будет необходимость просто эту обувь сушить как минимум сутки, а это, в принципе, правильный уход за обувью позволяет ей высыхать, тогда я просто выберу еще одну пару ботинок, которые будут нам служить вот именно в эту позднюю осень. Еще одна важная часть нашего гардероба, это, конечно же, аксессуары. Что у нас имеется? Во-первых, это шапки, это всевозможные перчатки, и это манишки, которые помогают держать шею ребенка в тепле. Первая, это манишка, которая у нас была в нашем зимнем комбинезоне в прошлом году от Шапет. Вот такая белая, обычная шерстяная манишка, которая по размеру ребенку также подходит и в этом году. И второй подобный предмет гардероба, это снуд, который я заказала из ЗАГ. Следующие шапки. Шапки у нас самые-самые разные, которые предназначены на погодные условия, начиная от самых теплых, заканчивая самыми холодными. Если погода на улице достаточно теплая, то, конечно же, мы одеваем такие вот шапочки, которые из хлопка и дополнительно одеваем на ребенка капюшон. Также еще одна шапочка, которая уже имеет слой шерсти и хлопок внутри. Вот у нас такая от LUMNITS. Ее также мы одеваем на более такую теплую осеннюю погоду и, если есть необходимость, наверх одеваем капюшон. Когда становится немного более прохладно, но приблизительно около 80 градусов, тогда нам в помощь приходят очень красивые и прекрасные шапки от LODY. Эти шапочки от других отличаются своим безумно красивым дизайном и также технологией, по которой они производятся. Здесь особенность в том, что даже зимние шапки, они очень-очень тонкие. И на первый взгляд, взяв эту шапочку, кажется, ну, это такая хлопковая, тоненькая шапочка, которую можно одевать вот только-только, когда холодает и вот когда ты чувствуешь, вроде бы, наверное, лето закончилось и следует одеть на ребенка шапку, то вот именно такую ты, наверное, бы и выбрала. Но, когда ты берешь ее в руку и выворачиваешь наизнанку, ты понимаешь, что она утепленная. И этот материал и технология его производства, она обеспечивает ребенку тепло даже в более холодную погоду. Еще один вид шапочки от того же LODY у нас вот такая вот красивая шерстяная шапка более классического вида. Эта шапка, на самом деле, считается шапкой ретро, поскольку ее украшает давний лейбл компании LODY. Продукция этой компании уже с таким лейблом не производится, с их классической короной. Вот именно в этом случае она еще может покрасоваться на голове малыша. И также эта шапка внутри имеет хлопковую подкладку и предназначена для более холодного времени года. Еще одна шапка, которая, скорее всего, послужит нам только в следующем году, поскольку размер ее нам великоват, но я все равно не могла отказать себе в удовольствии и не выбрать эту шапку для своего малыша. Это также от компании LODY, но такая вот красивая, теплая шапка, которая имитирует шерсть овцы. И мне показалось, что вот именно на маленьком малыше эта шапка будет выглядеть супер-супер стильно. И, конечно же, одев ее на Рэм, я просто смотрю на него, умиляюсь и думаю, господи, какой ты у меня стиляга. Конечно же, это на вкус и цвет, но на мой вкус смотрится очень-очень даже круто, особенно если подобрать все остальные аксессуары, такие вот перчатки-авиаторы, которые мы для ребенка выбрали на зимнее время, вместе смотрится просто очень-очень круто. Уже не говоря о том, что это очень тепло и очень комфортно. И раз уже заговорили про перчатки, то, конечно же, эти перчатки я выбрала именно потому, что они водонепроницаемые, а это означает, что даже в самые влажные дни, когда ребенок будет играть на площадке, забираться на горки, трогать все ручками, его руки останутся сухими, а это означает в тепле. Эти перчатки предназначены для малышей от 1 до 3 лет и регулировать размер здесь позволяет специальный ремешок. Ремешок этот на липучке, здесь его, либо стягивая больше, либо освобождая, вы можете регулировать размер этой перчаточки. И также сбоку здесь есть молния, которая открывается достаточно глубоко и очень здорово помогает маме одеть эту перчатку на ручку. Я поняла, что для моего малыша, который только-только начал носить перчатки, то есть это его первые варежки, это самый важный момент. Ну и коль мы перескочили на перчатки, вот у нас еще есть второй вариант вот таких вот перчаток, они уже из другого материала, то есть это материал похож на материал для курток. И тоже здесь есть глубокая молния, которая позволяет открыть. Они утепленные, здесь внутри флиз. В общем, также можно регулировать размер. И на самих варежках здесь очень симпатичный песик. Но эти варежки мы планируем одевать на более холодное время года, уже ближе к зиме. Сейчас, пока мы на ребенка одеваем перчатки Рейма. Купили обычные шерстяные перчатки с пальчиками, и слава богу, мой ребенок позволяет эти перчатки на свои ручки одевать. Сколько я не разговаривала с мамочками на площадках, очень многие мучаются из-за того, что дети не позволяют одевать перчатки. И ничего другого не остается, как позволять ребенку выходить из дома без перчаток. Одна только надежда, что все-таки в очень холодную погоду ребенку самому станет настолько холодно и комфортно, что он позволит все-таки на свои ручки одеть эти перчатки. В нашем случае, слава богу, ребенок орал всего лишь один раз. Это в первый раз, когда на него одевал эти перчатки. Еще буквально пара предметов из аксессуаров это шапки из шерсти Мериноса. Конечно же, если говорить про головушку, я не могу не отметить наши шапки из шерсти Мериноса. Эти конкретные я покупала в Риге, но и в России очень много производителей, которые как раз-таки предлагают шапочки из шерсти Мериноса, в том числе та же самая Рейма. Да и в любом магазине, в Крокид, в Юниоре, в Детском мире, в Мадеркер, в том же самом Алланте, вы можете найти разные шапки на разный вкус из шерсти Мериноса. И у нас два варианта. Первая шапочка это в виде чепчика на более такую теплую погоду, то есть это точно до 5 градусов. Она двойная и вся состоит из шерсти Мериноса на завязках. И вторая шапочка это вот такая вот зимняя шапка. Это уже до минус 15-20 градусов. Закрывается шапка здесь на липучку под подбородком малыша. Таким образом остается в тепле головушка, ухо, щечка. Ну и вот ребенок таким вот образом ее одевает. Верхняя часть вот такая вот декоративная здесь. Гномик получается. И также очень важной частью гардероба малыша, особенно в холодное время года, если говорить про шапки, это балаклавы и шерсти Мериноса. То есть это подева также на головушку ребенка, которая одевается под эти основные шапки. И последним в списке наших осенне-зимних аксессуаров и одежды я могу упомянуть этот рюкзак. Во-первых, это первый рюкзак моего сына. Для меня, как для мамы, это особенно волнительно. И сюда я складываю все, что нам необходимо для перекуса во время прогулок. Если мы едем куда-нибудь в ресторан, в гости и так далее, сюда я складываю, значит, перекус, какие-то его маленькие игрушки, обязательно подгузники, все, что нужно для замены этого подгузника. И для холодного время года и прогулок на улице, немаловажно, сюда мы кладем его термос. И для себя я поняла, что когда ты выходишь гулять с ребенком в холодное время года, очень важно теплое питье, которое ты можешь дать ребенку в случае, если он хочет попить. Особенно это важно, когда погода уже близится к нулю и ниже. И здесь у нас термос от Элоди, который идеально помещается в рюкзак. Ссылки на вот эти штуки также оставлю в описании под этим видео. Пришел ко мне мой Мериносик. Покажись, подруга. Это вот комплектик поддевы из шерсти Мериноса. Друн-друн-друн-друн-друн. О котором мы говорили, да, котенок? Смотри, где подруги? Привет, подруги! Привет! И если еще говорить про наш рюкзак, конечно же, нагруженный рюкзачок вещами малыша чаще всего оказывается в руках мамы. Понятное дело, что ребенок не ходит всю прогулку с этим рюкзаком на плечах, и его позвоночник я, конечно же, не нагружаю. Я знаю, что уже показываю этот рюкзак на Инстаграме, и где-то, я не помню, где уже его показывала, многие мамочки мне писали и в директ, и некоторые также в комментариях, что, блин, куда-то собралась с кирпичами ребенка отправлять. Не волнуйтесь, я, конечно же, эти моменты учитываю. И такие маленькие детки, они, понятное дело, не должны носить тяжелые сумки, да? Да и вообще никакие сумки. Сумки таскает мама, да? Ух ты, Боди! Ну что ж, давайте поговорим по поводу слоев, как же я комбинирую эту одежду относительно температурного режима. Если, например, у нас погода где-то приблизительно около 10-12 градусов, тогда я на ребенка одеваю либо маечку, либо боди с коротким рукавом, носочки, это могут быть короткие носочки, это могут быть длинные носочки, для нас это не так принципиально. Дальше идут штанишки. Осенью я предпочитаю одевать джинсы, они все-таки более прочные, они более плотные, чем, например, тренировочные штаны. И наверх я могу одеть тогда либо кофточку из шерсти Мериноса, она сохраняет тепло, либо нашу толстовку. И на все это дело я одеваю на ребенка, например, пальто. Плюсом одеваю шапочку, то есть это не самая плотная, но в то же самое время не самая тонкая осенняя шапочка, которая с утеплителем. И одеваю манишку на горло. Если температура ниже 10, например, от 5 до 8 градусов, тогда я, например, могу на него одеть слип из шерсти Мериноса, на ножки дополнительные носочки, утепленные штаны, либо одни, либо вторые от Реймы, и нашу черную куртку от Zara. Ботинки во всех этих случаях это осенние ботинки, которые также я купила в Zara. Сюда только добавляются еще перчатки, также манишка и более теплая шапка, либо вот такая, либо из шерсти Мериноса. Если день очень ветреный, тогда, конечно же, еще сверху капюшон. Другой вариант, такой температурный режим около 8 градусов, но, в принципе, он служит также и в 10, и в 8, и в 5, и даже немного еще более ниже, вот этот наш комбинезон из шерсти Кашемира. Его я одеваю, в принципе, во всех случаях жизни. Вот, например, вот нет у меня больше никакой другой одежды, я знаю, что я могу одеть на ребенка носки, то есть преимущественно это длинные гольфики, потом одеваю на него этот комбинезон, его даже можно одевать на голое тело, но лучше, конечно же, когда внизу есть либо маечка, либо бодик. Значит, тогда на бодик одеваем этот комбинезон, ботинки, дальше одеваем штаны Рейма, какая-нибудь из теплых шапок, либо таких. Если более холодная погода, тогда можно одеть уже зимнюю шапку, и все, сверху либо куртку Zara, либо уже в более холодную погоду зимнюю куртку или зимний комбинезон. Также другой вариант, если, например, погода около 5-8 градусов, можно на ребенка одеть теплые толстые носочки из шерсти Мериноса, потом на него одеваем гамаши, либо, если такого предмета гардероба нет, можно одеть колготки, потом на верхнюю часть тела одеваем бодик, и на него одеваем вот такой вот батлон из шерсти Мериноса. В качестве штанов последнего слоя одеваем штаны Рейма, и сверху куртку, ну, в нашем случае, это куртка от Zara. И шапки, перчатки, это все ровно так же, как и в предыдущем варианте. Ну, и если рассмотреть вариант, как бы я одела ребенка, когда температура уже близится к нулю, когда оно вот совсем холодно, ноль, может быть, даже минус один или два. Первым делом я на ребенка одену толстые носки из шерсти Мериноса, дальше я на него одену гамаши, потом можно одеть либо слип из шерсти Мериноса, либо тот же комбинезончик из шерсти Кашемира, то есть это два варианта, этот будет, конечно же, потеплее. Потом зимние штаны от Рейма, зимние наши ботинки, теплую зимнюю куртку, в нашем случае нам придется еще ее найти и купить, или же теплый зимний комбинезон, который может заменить штаны Рейма, у них, ну, ровно так же есть еще и зимний, вот совсем теплый комбинезон. Зимнюю шапку и снуд от Zara, опять же, если совсем холодно, ветрено, и вот прям некомфортно-некомфортно, под эту шапку так же я одеваю балаклаву. Ну, а на ручки я одену теплые перчатки. Ну, это мои, наверное, самые такие популярные комбинации слоев и одежды, которые я на ребенка своего буду одевать относительно температурного режима. Самый главный, наверное, принцип, который нужно помнить, как я уже сказала, это, во-первых, погодные условия в городе, в котором мы живем, второе, это особенности терморегуляции ребенка, вот его индивидуальные, и третье, что слоев должно быть на один слой больше, чем надеты на маме. Хотя мамы, я вот так вот наблюдаю, тоже разные бывают, кто-то сильно мерзнет, кому-то очень жарко, как я, например, я могу там близко к нулю выйти на улице, просто надеть длинную зимнюю куртку, а под курткой одеть просто майку, поскольку мне всегда жарко. В то же самое время мне холодно, и я, в принципе, не понимаю свою терморегуляцию. Поэтому в этом случае, конечно же, я больше опираюсь на особенность моего ребенка, и тогда регулирую эти его слои. Пишите в комментариях, какую одежду в позднюю осень и раннюю зиму выбрали вы, что может быть из этого всего комплекта вы для себя также выбирали, пользовались, и уже знаете, что качество просто отменное, и вы сильно довольны, чем можно быть очень сильно недовольны. Как у вас дела, кстати, с размерами, рассказывайте мне, поскольку мне очень-очень важно учесть и этот момент. Сразу скажу пример. Мой любимый комбинезон, где ты, мой любимый комбинезон из Кашемира, вот этот, он маломерит. То есть на моем ребенке вся одежда 80-86, она немного великовата, и она прям на вырост. В этом случае, что в прошлом году, когда мы одевали 74-ый, что в этом году, когда мы уже одеваем 80-86, этот конкретный комбинезон маломерит. В свою очередь, наши любимые вот слипы из шерсти мериноза, они прям тянутся, и они мега эластичные. И эти вещи действительно один и тот же размер носи два года просто без проблем. Об этом пишите также мне вы, что вы открыли для себя, и в каких марках вы для себя нашли самые выгодные вещи, размеры которых позволяют эти вещи одевать, может быть, не только один сезон, а может быть и два. Это будет очень интересно почитать не только мне, но и другим мамам, которые также смотрят мои выпуски. На этом сегодня я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал, если ждали этот выпуск, вам понравилась наша одежда. Ставьте лайки под этим видеороликом, подписывайтесь на нас в инстаграме, ну а мы с вами увидимся в следующем нашем видеоролике. На этом сегодня все. Пока!